Должны расти в Австрии, а оказались в Сыктывкарской детской больнице. Резонансная история о годовалых близняшках прогремела в федеральных СМИ. Малышки родились в Санкт-Петербурге по программе суррогатного материнства. Биологический отец, гражданин Австрии, должен был забрать двух девочек после рождения к себе на родину. Но что-то пошло не так. Суррогатная мать с детьми вернулась домой в Сыктывкар и передала их местным органам опеки. Как желанные близняшки остались без родителей, главное, что их ждет дальше? Александра Головина разбиралась в непростой истории. Эта история вполне могла бы завершиться хэппи-эндом. Гражданин Австрии, имя которого не уточняется, вступил в программу суррогатного материнства. Желание стать папой наконец-то воплотилось в жизнь. В июле 20-го он становится отцом сразу двух лапочек дочек. Вот только вместо счастливой развязки драма, главными героями которой стали совсем еще маленькие дети. К нам в управление поступил телефонный звонок от женщины, которая сообщила о том, что она находится в городе Сыктывкаре, является суррогатной матерью. Это двоих детишек. И в настоящий момент, ввиду того, что длительное время отец детей не забирает, она готова их отдать органам опеки. Суррогатная мать, как и полагалось, по договору родила детей в одной из Санкт-Петербургских клиник. По неизвестным причинам биологический отец в указанной медучреждением сроки девочек так и не забрал. У роженицы просто не оставалось вариантов. Вернуться домой в Сыктывкар, вопреки своим планам, пришлось уже с двумя детьми. Четыре месяца суррогатная мать вместе с няней выхаживали малышек. И вот терпению, похоже, настал конец. Женщина передала детей в службу опеки. Девочки-близняшки, к слову, были в полном порядке. Было проведено обследование, консультация узкими специалистами. Хирург, ортопед, лор, невролог, окулист. Патологии не выявлены. Также было проведено клинические, биохимические анализы крови, мочи. Естественно, кал на яйцеглист, антробиоз. Тоже патологии не выявлены. Сегодня девочек перевели в специализированный дом ребенка. Теперь это их постоянное место жительства. Да, это, конечно, не теплый семейный очаг, но контроль малышкам полностью будет обеспечен. Руку на пульсе держат сразу два уполномоченных по правам ребенка. В Коме и Санкт-Петербурге. Нам очень важно, чтобы на территории Российской Федерации права детей не нарушались. Сегодня о детях заботятся. Сегодня они имеют возможность получения медицинской помощи. Они имеют все то необходимое, что нужно для развития ребенка в год. Кстати, сам отец за помощью к комбудсменам не обращался. А ситуацию они узнали из федеральных СМИ. Зато уже лично общался с управлением опеки Сыктывкара. Иностранец был в Коме буквально неделю назад. А еще обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой помочь вернуть ему близнецов. Сегодня в связи с получением документов будет оформляться официальный статус детям, как и оставшихся без попечения родителей. И затем, конечно, будет продолжаться работа по устройству детей. Поскольку связь поддерживаем, в принципе, и с представителем отца, и сам отец к нам приезжал в управление. Мы с ним разговаривали. И выяснив намерение забрать детей, да, безусловно, конечно, этот вопрос остается на строгом контроле. Свои документы девочки получили только сегодня. Родители не позаботились об этом сразу же после появления малышек на свет. Такой вот подарок к первому дню рождения. В графе «Отец Прочерк» этот статус гражданину Австрии теперь придется доказывать в суде. По словам представителей опеки, он уже готовит все необходимые документы.